Всем привет, с вами Слова Черри ЛПС. Сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы, которых осталось еще достаточно много, и все я попыталась вместить в это одно видео. Итак, первые вопросы от канала ЛПС Студио. Любимый цвет? Мой любимый цвет это небесно-голубой, ну короче голубой. Как вот этот фон, сильно люблю розовый цвет, как и нежно-розовый, особенно фоны, знаете, такие красивые, такие мягкие тона. Именно фоны, да, для ЛПС. Если, к примеру, яркие фоны, я не очень люблю, я это говорила уже. А если цвета яркие, то смотря какие. Вот малиновый очень сильно люблю, очень люблю бирюзовый цвет. Сильно люблю розовый, малиновый, бирюзовый и голубой. Как глазки у этого кота. Ну, остальные цвета люблю меньше. Мне не нравятся темные цвета, мне не нравится синий цвет, вот именно синий-голубой я очень сильно люблю, а вот синий нет. Мне не нравится черный, мне, короче, не люблю темные цвета. Но знаете, если, например, это какая-то футболка черная, мне нравится именно цвет черный, да, то есть... Я люблю, как бы, именно черные футболки, не знаю почему. Мне нравится. Второй вопрос. Когда у тебя дыре? Вам прям официально сказать, когда у меня дыре? Зачем эта информация, непонятно. Но если так интересно, то... У меня дыре еще не скоро, а именно 18 октября. Следующая. Любимая песня. Я не знаю, я меломат, я слушаю все подряд. Да. Смотрю все подряд, слушаю все подряд. Короче, слушаю все, что понравится. Я же говорила, что очень сильно люблю старые песни группы Фринзона. Очень сильно они мне нравятся, вызывают ностальгию. Мне когда-то нравилась Расса. Тоже только начинали петь, я вот слушала эту группу. Что я еще там слушала? И просто всякие грустные песни, которые могут вызвать ностальгию и так далее. О чем мечтаешь? Мне очень хочется видеокамеру хорошую, чтобы улучшить свой контент на канале. Потому что, кто не знает, да, я снимаю с телефона. Да. Но мне постоянно эта камера шалит, понимаете? Получается так, что не фокусируется, короче. И мне приходится постоянно, особенно когда я на улице снимаю, мне постоянно приходится следить за кадром, чтобы не получилось такой ситуации, что у меня вдруг камера не фокусирует. И я снимаю. Приходится следить за этим все время. Это очень трудно. Но уже говорила, купить новых пэтов, новый декор. Еще у меня есть такая мечта, чтобы Хазбра снова восстановили как бы свое производство пэта, чтобы снова... Вы понимаете, что тогда будет? Тема Салпиеста, они так актуальны. Каналы все, они оживут. Это было бы очень круто. Я просто об этом мечтаю и надеюсь на это. Возможно, это случится. Я, конечно, сомневаюсь, но я на это надеюсь. Тогда, что бы тогда случилось, если бы Хазбра снова начали выпускать старую коллекцию, да? Именно вот стоячих кошек, да, там всяких вот этих пэтов. Что бы тогда было? Люди бы начали видеть LPS. Они бы их покупали. И тема бы стала снова актуальной. Как бы все божило, понимаете? Просто вот почему каналы начали умирать? Потому что пэты стали неактуальны. Потому что Ютуб начудил своих правил. И вот если бы снова Хазбра стали выпускать старую коллекцию LPS, было бы круто. Меняешь ли пэтов? Нет, на данный момент я не меняю и не продаю пэтов. Я могу это сделать в том случае, если мне какой-то пэт не приживется. Понимаете, не прижился, то есть. Такое бывает. Тогда да, я могу. Но это редко, когда мне пэт не приживается. Поэтому я редко их меняю или продаю. Если прям вот не понравился, то могу. Любишь фрукты и ягоды? Да, я очень сильно люблю фрукты. Апельсины люблю сладкие, там яблоки. Ну, короче, практически все люблю. Дальше ягоды тоже очень сильно люблю. Особенно клубнику красную. Раньше у меня была своя клубника, да, на огороде. Господи, ее было так много, она была такая сладкая. Знаете, прям просто был кайф. А потом в один момент ее не стало. А почему это отдельная история? Мне, короче, было очень сильно обидно. Я мечтала ее посадить. Потом я ее в 20-м году летом все же дошли руки посадить заново. Клубнику, но она не выросла особо, это было обидно. Также люблю землянику и малину. Больше всего клубнику люблю, наверное, из ягод. Ягоды тоже практически все люблю. Клубнику больше всего, наверное. Именно, знаете, вот свою вот эту, которая в огороде. А вот покупная она не очень, это не то. Это правда не то. Красиво ли волосы? Ну нет, потому что я думала над этим. Ну блин, во-первых, краска дорогая. Во-вторых, есть риск купить некачественно, понимаете? Это может как-то испортить. Я думала над тем, чтобы покраситься в светлый, да, у меня как бы темные волосы. Я хотела покраситься в светлый. Потом я думала, может мне вообще покраситься какой-нибудь такой, типа серый, пепельный, как там его вот этот. Мне тоже очень сильно нравится этот цвет волос. Но я все-таки решила, что не буду красить. По крайней мере, пока что я не буду, потому что у меня, в принципе, мой цвет устраивает. Единственное, что я делала, это осветляла. То есть просто в году 18-м я помню, что специально захотела осветлить себе волосы. И они, кстати, действительно стали светлее на какое-то... На какое-то время они стали светлее, действительно. А потом опять стали темные, как и раньше. Дальше. Любимый сериал или мультик? Помню, как в детстве по Диснею я смотрела этот... Как его? Он назывался Кит Висикетс, я не ошибаюсь. Боже мой, для меня очень-очень ностальгический. Я прям помню, как его ночью смотрела. У меня на планшете было очень много мультиков, больше ста. И я их смотрела. Потом, кстати, он сломался, и мне было обидно. Да ладно. Я, короче, просто ночью вставала и смотрела. Я все серии пересмотрела. Мне очень сильно нравился этот мультик. И караметражки смотрела, и длинные серии смотрела. Он очень такой, достаточно смешной. И очень сильно интересный. Меня как бы затянуло. И я очень любила этот мультик. Да и сейчас, в принципе, люблю. Но сейчас я просто мало смотрю мультики. В основном смотрю пьес-сериалы и все такое, связанное с Бэтом. Есть еще всякие мультики, которые мне нравились. Еще мне очень сильно нравился Гарфилд Шоу, если я не ошибаюсь. Шоу по такому каналу, вроде как платному. Он у меня был сначала, потом его отключили. И, блин, мне он тоже так нравился. Там, знаете, есть такие длинные серии. Просто очень интересно. Это просто классный мультик. Он такой яркий, такой красочный. Блин, он меня сразу затянул в первых сериях. Просто кайф. Также мне еще очень сильно понравился Зверополис. Правда, там мне было немножко страшно в одном моменте. Ну, как бы норма. Но мне немножечко неприятно этот момент запомнить, когда я его первый раз смотрела. Потому что мне тогда было плохо. Потому что... Я помню вот свое состояние тогда. Начиналось лето, да, 16-го года. Я, короче, как бы и болела зуб, получается. Как бы мне это все отдавало в уши. И практически все лето вот так ходила и мучилась, я помню. Как бы не спала ночами. И просто какие-то болезненные обезболивающие. Да, как бы это странно не звучало. Это так. Мне пришлось как бы... И то не помогало. В общем, жесть была полная. Но мне как бы запомнилось вот это время. Оно все-таки классно, несмотря на вот это вот. Все равно это классное время. Я тогда смотрела Зверополис. Я потом его пересматривала. Некоторые моменты меня смешили сильно. Да. И что я еще люблю? Ну, в последнее время я еще смотрю Маску по НТВ. И знаете, я не думала, что меня это прям настолько затянет. Я не то, что смотрю. Да, не просто как бы смотрю. Меня просто пропускают через себя. Не знаю, как-то переживаю за героя. И в последний раз мне было очень сильно обидно за вышедшего участника. Я не знаю, просто... Мне просто настолько сильно это тронуло. И мне обидно за него, знаете, так. Потому что ставили Зайца, который... Ну, я считаю... Я прям уверена, что он молодой блогер. То есть он несостоявшийся артист. Он не актер, он блогер. Как бы снимает на большую аудиторию, возможно. Да, и все. И его оставили, понимаете? А вот который выбыл... Он, считайте, блин, он просто... Ну, талантливый, понимаете? То есть... И мне обидно за него, что Зайца оставили, который... Ну, как по мне, особо, ну, не очень. Я считаю, как бы, это немножко несправедливым. Даже не немножко. И еще я начала смотреть вот совсем недавно такую программу, где встречаются два... Артисты там, я не знаю, или... Исполнителя каких-то песен. И они слушают разные песни. Там, по-моему, пять песен. Они их слушают и оценивают. По-моему, это два разных поколения встречаются. То есть состоявшийся артист и начинающий какой-нибудь. Ну, вроде так. Мне это очень заинтересовало, потому что, ну, в принципе, это интересно. И вообще, если честно, мне это просто выпало в рекомендациях Ютуба. Не один раз. Я такая, ну, ладно, посмотрю что-то. Ну, в принципе, интересно. Тоже. И почему еще так интересно было, заинтересовало? Потому что там снималась еще участница группы Фринзона. Да. Мэйби, которая... Мне тоже стало очень интересно, как бы, послушать вообще. Ну, тоже что-то рассказывала себе. Ну, мне это достаточно интересно. Ну, блин, тоже достаточно смешная программа где-то. В каких-то моментах она смешна. Но мне нравится. Любимый канал? У меня, наверное, нет любимого канала. Какой декор хотела бы для ЛПС? Тут прям вот так вот не скажешь конкретно. Много чего хочется. Просто очень-очень много декора, мебели. Чем больше, тем лучше. Много не бывает для сериалов. Потому что фильмов и сериалов очень много. И у меня планируется очень-очень много. Где покупаешь ЛПС? Тоже часто спрашиваете. ЛПС я покупаю... Ну, вот в обычных магазинах я смотрю иногда, да, если мне что-то понравится. Я еще ни разу не покупала в обычных магазинах. Я обычно заказываю. Например, просто могу посмотреть какие-то объявления с пэтами. То есть смотрю еще объявления. То есть именно новые наборы не покупаю, потому что не вижу смысла особого переплачивать за коробку. Просто в интернете покупаю ЛПС. Где ты находишь музыку для видео? На самом деле я считаю щейка по этой музыке, поэтому я, когда я начинала только снимать, я заморачивалась очень сильно с двумя вещами. Первое – это мой голос. Мне просто не нравился мой голос, как он звучит в видео. Нет, не то, что мне не нравится мой голос. Я особо его не слышу, опять же. Как вы его воспринимаете, я не знаю. Но то ли он мне кажется грубым, то ли он мне кажется таким средним каким-то. Не понимаю. Почему я заморачивалась? Потому что я не знаю, как я буду озвучивать пэтов. У меня же нет никакого опыта. Как я их буду озвучивать? И я не знала, как я их озвучивать буду. И я просто заморачивалась. Скачивала разные программы для смены голоса. В итоге ничего. Потом как-то я смирилась со своим голосом. Пробовала его менять. Ну и все. И сейчас просто стараюсь как-то озвучивать. А вторая вещь, над которой я заморачиваюсь – это музыка. Не знала, где я буду искать музыку для видео. А потом я научилась искать, например, по какому-то исполнителю. Могу в Ютубе порыться найти или фанатеки Ютуба. Или просто какая-то песня понравится и так далее. То есть, понимаете? Я просто ищу везде музыку. Я как бы щейка. Я ищу именно… Вот знаете, что для меня важно? Чтобы музыка, вернее, подходила к сериалу. Я это стараюсь сделать. Я очень стараюсь как бы тоже над этим работаю. Тоже заморачиваюсь иногда долго, чтобы найти музыку, подходящую для видео. Потому что для меня это важно, чтобы создать вам, скажем, более реалистичную атмосферу к просмотру. Что любишь делать в свободное время? Снимать для вас видео, гулять, просто отдохнуть. Много чего люблю. Короче, это все зависит от настроения. Хотела бы создать реальный канал. У меня был реальный канал. И пока я не планирую создавать снова канал. Влоговый. Нет, наверное. Так, и последний вопрос. Как относишься к татуировкам? Если людям нравится, то пусть делают. Но мое личное мнение я не люблю. Мне не нравится. Я считаю, что это вредно. И я бы не стала бы себе это делать. Да и зачем? Я не понимаю смысла. Зачем? Возможно, мне кто-то сейчас напишет, что это красиво. Это ваше мнение. А я просто считаю, что это очень вредно. Особо не нужно. Ну, по крайней мере, мне. Особенно, когда у человека все руки просто так изрисованы. Или вот так просто мне прям не нравится. Я прям не люблю. Следующие вопросы от канала Милань Елбес. Сколько у тебя поэтов в коллекции? Где-то 50-60. Точно не знаю. Надо будет посчитать. Я их считала, но я уже забыла. Когда выйдет новая серия фильма «Слепой Ванга»? Я очень рада, ребят, что вам понравился этот фильм. Позавчера я снимала третью серию. Скоро уже будет четвертая. Возможно, завтра там. Возможно, даже сегодня. Я пока не знаю. Я еще не решила. Ребят, я помню, кто-то спрашивал. Я просто не могу найти этот вопрос. Но кто-то у меня спрашивал, сколько примерно будет серии в сериале «Слепой Ванга». Ой, в фильме «Слепой Ванга». Знаете, я сама не знаю, но точно их будет не больше десяти. Скорее всего, где-то семь, восемь, может быть, даже меньше. Смотря как пойдет сюжет. Как бы если это в фильме, я стараюсь все подводить быстрее к концу, понимаете? Потому что сериал я, наоборот, растягиваю. Да, я растягиваю. Может быть, кто-то скажет, что я могу один сериал там уместить, 15 серий. Но мне не хочется, понимаете? Мне хочется прям сериал длинный. Потому что это целая жизнь для меня. А с фильмом, понятно, проще все. Я не знаю, может быть, как-то пропустил этот вопрос. Я, короче, не знаю. Следующий один вопрос написала Калет Пистолет. Смотрела ли ты аниме Наруто? Несмотря на то, что оно такое вроде раскрученное, такое известное, я его не смотрела. Ну, какой-то, мне кажется, пацанский. Я не думаю, что оно мне понравится. Ну, может быть, и посмотрю. Я как бы знаю это аниме, но я его не смотрела еще. Возможно, и посмотрю. Следующий вопрос от Лизы Доценко. Спасибо тоже за интересные вопросы. Тоже достаточно много. Отвечаю. Что делать, если нет нормального фона? Если нет нормального фона для съемок? Так, ну, например. Если уж прям крайний случай. Ну, например, если есть какие-то, не знаю, красивые тетрадки, да, с какими-нибудь рисунками. Допустим, это первая идея. Вторая, это на крайний, крайний, самый крайний случай ее также можно использовать. Но я как бы все равно не советую, но все равно озвучу. Это то, что вы, например, ставите камеру. Как бы объяснить? Открываете на компьютере любую понравившуюся картинку, фон, который вы выбрали, да, для съемки. Потом вы ставите впереди от компа какую-то коробку. На нее ставите камеру, там, опору, телефон, не знаю что. И далее делаете так, чтобы у вас был пэт на фоне вот этого фона. На фоне компа. Но я не советую. Это не очень идея такая себе. Лучше распечатать. Мне как бы проще распечатать. Это и красивее, и реалистичнее. А это такая идея, я не знаю. Если уж прям вообще беда с фонами, ну, все такое. Можно, например, из красивых тетрадок фону. То есть, например, у меня вот этот вот фон голубенький. Это у меня из блокнота. Мне придется отдельно покупать себе еще голубой фон один, потому что этот я не смогу оставить для съемок. Пока что снимаю, пока этот блокнот у меня как бы чистый, я в нем еще не писала. А вот когда он уже будет весь исписанный, я уже не смогу этим фоном снимать, поскольку это как бы, если я фон этот оставлю себе для съемок, блокнот будет некрасивый. Поэтому я куплю себе потом отдельный голубой фон. Вот такая же идея. То есть, можно там вот так вот фоны всякие. И еще один способ, тоже достаточно трудный. В принципе, этим способом можно как бы, если мебели нет и фонов нет, пользоваться. И может получиться очень классно. Главное продумать сюжет и подобрать персонажей. Это вот как я снимаю сейчас «Слепой Ивангард». Правда, там у меня не только на улице. Ну, короче, просто снимаете на улице. В живых декорациях, вот как есть. То есть, не создавая свой мирок, да. А вот именно как есть. Реальная жизнь там, да. Реальная улица. Вот так и снимаете. Только это не подоконник, как обычно делают. Большинство сериалов снимают просто без декора. Ставят на подоконник. Который я смотрю. Не знаю, зачем. Просто от нечего делать. Ну, пожалуйста, так не делайте. Это не очень. А вот по снимать в живых декорациях, только, опять же, нужно красивые места подбирать. И желательно, чтобы никто не мешал, да. Чтобы спокойно сесть и снимать. Но, опять же, минус в том, что очень трудно снимать в живых декорациях. Очень. Я вам отвечаю. Опять же, если вы на телефоне снимаете, вам придется постоянно, все время следить за фокусом. А вы представьте, погода солнечная, да. И не видно особо, что ты снимаешь. Это трудно. Но способ все же неплохой. Рада ли, что твоему каналу год? Ну, конечно. И то, что набрала аудиторию. То есть, то, что вы у меня есть, очень сильно рада. И то, что моему каналу год уже, как бы, не очень много, но все же. Насколько любишь LPS? Я очень сильно люблю пэтов. Они для меня живые. Персонажи в кадре. У них, знаете, прям... Вот, они прям идеальны для съемок. Знаете, вот прям эмоции можно их не вот так показывать. Еще что-то. Очень классные персонажи. Я их просто обожаю. Они все такие разнообразные, такие красивые, разноцветные у пьес. Это очень классно. Покажи самого веселого пэта. То есть, такой персонаж, да, веселый пэт. Вот какой-нибудь герой такой, который всегда всему радуется. Да, вот такого примерно. Не знаю, почему я решила взять вот эту хрюшку. Она, мне кажется, всегда очень-очень довольная, радостная. Она, кстати, очень любит пообщаться. Да, ее так и зовут хрюшка. Я, кстати, еще хочу себе такую же с голубыми глазами. Ой, это они такие зеленые. Я очень хорошо помню тот момент, когда я увидела этого пэта на фотографии. И знаете, что мне показалось? Что вот эти вот блестки, да, у него вот эти вот. Это царапины. Вы понимаете, да, насколько надо было плохо видеть, чтобы блестки обычно испутать с царапинами? Да. Мне кажется, этот пэт очень такой веселый всегда. И она, кстати, у меня была в плохом состоянии. Плохо вертелась голова. Сейчас она раскрутилась. Она, ну, в нормальном, хорошем состоянии. Привет, а ты что делаешь? Я тут снимаю видео. Я как бы ведущий канала Чарел Пес. А, понятно. А ты когда приехал? О, господи, давай потом. Поэтому я думаю, этот пэт, он всегда, она никогда не грустит. Потому что она оптимистка, наверное. Я не знаю, почему я так решила. Мне так кажется. Сколько планируешь снимать? Ну, долго. Планирую снимать, пока у меня есть силы, желания, возможность. Ну и все такое. Я так понимаю, вот все, что ты снимаешь, это фильмы? Нет. Это пока что фильмы я снимаю. Потому что до этого фильмов у меня на канале не было. Я решила это исправить. Да и потом я подумала, вдруг у меня прибавится аудитория, если я начну снимать именно фильмы. Потому что обычно, когда я начинаю тянуть длинные сериалы, они вам уже мало заходят. А вот фильмы коротенькие, они лучше идут, если уж честно. Но все равно сериалы, это как бы основа моего канала, поэтому я буду их снимать. Но пока что идут фильмы. Сейчас вот сниму, доснимаю слепого Вангу, потом посмотрим, что дальше. Будет ли продолжение глухой? Кто знает, возможно и будет. Будут ли глухые дети? Ну, это может быть будет какой-то отдельный фильм. Сериал? Не знаю, может быть. Спасибо за вопросы. Итак, ну вроде бы я на все ответила. Спасибо всем большое, кто задавал мне вопросы. А на сегодня было все. Вы были на канале Cherry LPS. Всем пока и до следующих новых видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии. Что еще мне снимать, ну и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok